Пошли. Приветики, букетики. Так, ребят, с губами сразу говорю, не пугайтесь. Я была у косметолога. Губы у меня сейчас просто громадные. Они сойдут. Всем-всем-всем большой привет. Ну что, скучали? Скучали по мне? Привет, Илюш. Привет. Анечка, привет, дорогая. Что, как вы на карантине рассказываете? Че делаете? Чем занимаетесь? Я сегодня хоть съездила к косметологу. Натали. Утоли мои печали, Натали. Давай расскажем. Что рассказать надо, Илюха? Расскажи мне, что нужно рассказать. Я на самом деле хочу узнать у вас мнение по поводу ББ. Что вы думаете? Потому что действительно оно было достаточно таким эмоциональным получилось. Вот фильтры я, оказывается, не выложила. Без фильтра с вами разговаривала, представляете? Какая молодец. Достаточно эмоциональным. Картошку запекла. Да какая молодец. Ай, молодец. Ну, умница. Хозяюшка Медной горы. Конечно, Натусь. Ты дал не то, что можешь. Твой комментарий я как раз таки жду очень сильно. Привет, привет, привет. Прогулка среди моих. Роковая девушка. Ну, слушайте, я вам так скажу, что меня лучше обижать не нужно. Потому что те, кто меня обижают, вот, как бы, потом буря происходит какая-то. Буря просто невозможная. Я за эфирами не слежу. Мне скидывают нарезки. Мои драгоценные и подписчики. То есть все, что касается меня, мне присылают. Вот. И, естественно, тут хочешь не хочешь, ты посмотришь. Всем-всем-всем большой привет. Мои драгоценные и любимые подписчики. Девочка-война, девочка-буря, девочка-шторм. Да, это все про меня. Вот. Сколько миллилитров кололо? Если честно, я вам не скажу, потому что не знаю. Почему-то не спросила, кстати. Давайте перенесем. Миша говорит правильно, а он просто мне не так. Ставила камушек. Нет, я заказала у меня вот новый кулончик. Так что мне все как положено. Все супер. Волосы нарощенные у меня. Волосы у меня нарощенные вот. Но, кстати, по поводу волос. Девочки, я сегодня... И не только девочки меня. Мальчики смотрят. В общем-то, я приобрела... Съехала сегодня в магазин. Приобрела такую штуку. Сейчас вам покажу. Покажу, что купила. Обычно я пользуюсь, вы знаете, да, Глискуром. То есть у меня ничего сверхъестественного нет. Все абсолютно обычное. Вот приобрела новый Глискур. Кстати, хочу попробовать. Такой ни разу не пробовала. И еще, к сожалению, моего год-туби не было. Вот. Поэтому я взяла вот такую штучку. Для волос термозащиты. В общем, попробую, девочки. Все вам расскажу по итогу. Да, кушать нечего. Но это понятно. Это само собой, естественно, не кушать нечего. Жить не на что. В общем-то, совсем все печально, ребят. Не знаю, как вообще дальше жить. Может быть, вы дадите мне совет. Что делать и вообще. Какой у меня маникюр? У меня френч. Кстати, пора мне уже делать, обновлять. Вот. Но в связи с ситуацией в стране, сейчас с мастерами туговато. Ждем помощи. Правильно, Наташа. Ждем помощи. Я уже тела его подключила. Говорю, так, нужно срочно мне собрать суппоек. Потому что, ну, плохо все. Покажи холодильник. Не смешите меня. Ой, я не могу. Мне смеяться нельзя. Сейчас не смешите меня. Ой, не могу. Какие вы у меня смешные. Сухпоек обязательно. Да, я же вам говорю. Нужна гуманитарная помощь. Смотрите, еще раз повторяю. Для тех, кто не понял, почему я пришла на шоу, объясняю. Когда меня обсуждают за спиной, я к этому крайне негативно отношусь. Поэтому лучше меня за спиной не обсуждать. Если кто-то хочет меня пообсуждать, то лучше это делать в глаза. Это хотя бы честно. Вот. Поэтому, как бы, ну, я это дело не люблю. И, собственно говоря, все недовольство я выразила. Я думаю, что, кстати, после такого больше зато такого не повторится. Согласны? По поводу, кстати, каре. Я сегодня выложила опрос. Сделать, не делать. На самом деле, девчонки, вы прекрасны. Но те, кто меня знает получше, вы прекрасно знаете, как я трясусь за волосы. Естественно, я никогда не сделаю себе каре. Я, кстати, вот, меня очень часто там просят там о помощи детишкам. Я, ребят, я всегда готова помочь. Я всегда за это. Более того, как бы я... Ну, такие вещи, как бы, не говорят и не буду говорить, что я конкретно делаю. Но я не могу разорваться и каждый день выкладывать там такие сторисы. Безусловно, я стараюсь помогать сторисами людям, которые в этом нуждаются. Я сейчас говорю про детишек. Я сама очень, как бы, тяжело на это смотрю. Вот. Завтра, кстати, я выложу сторис по поводу своего земляка Артема. На самом деле, очень такое, я не знаю, вот, я когда смотрю на детей, которые там нуждаются в сборах на какую-то операцию или на укол, на самом деле жутко осознавать то, что жизнь человека, по большому счету, она в какой-то степени зависит от каких-то бумажек. Ну, так не должно быть. Я считаю, что, в принципе, государство должно выделять непосредственно таким детям сумму денег безвозмездно. Я не понимаю, почему так. Может, она никогда не хочет вернуться. Наташа, что тут за этришки ты пускаешь? Вот. Мой сын, проще, передай привет. Ну, сыну, конечно же, передам. Владик, я тебе передаю огромный привет. По поводу Артема Мартынова. Да. Завтра я буду делать сторис. Я надеюсь, что вы примете каждый участие в этом. Это очень важно. Я сделала коррекцию губ. Да, они у меня сойдут. Сейчас они у меня крайне большие. Прям пельмени, так сказать. Вот. Поэтому сойдут и будет очень красиво. Это твое жилье или аренда? На самом деле, знаете, вот мне всегда поражают такие вопросы. Очень часто людей прям интересует какое-то вот финансовое мое состояние. Давайте я не буду отвечать на этот вопрос. Интрижку подержу. Почему с командой выделиться добротой? Передать им уважение старшему поколению. Давай батл. Баттл сделаю. Кстати, с заданиями. Надо мне придумать просто на самом деле крутые задания для вас. И обязательно воплотим это в жизнь. Не страшно ходить к косметологу в период пандемии. Я хожу только к проверенным врачам. Поэтому мне не страшно. Я знаю, что все хорошо, что человек не болен. Какая-то высокомерная стала. Это не так. Это ошибочное мнение. Я являюсь вот такая настоящая. Вот такая, какая я есть. Когда на проект я вам ответила уже в посте на этот вопрос. Я на проект не возвращаюсь. К сожалению или к счастью, я не знаю. Обида не прошла. Не знаю, как жить, но или обнимемся выше лицемерие. Ну, я вам честно признаю, что я не сильно хотела обниматься. Честно скажу, как бы я это сделала, скрипя зубами. Но как бы обстановка соответствовала этому. Поэтому как-то так. Чтобы вести инстаграм, нужна своя команда. В моем случае нужна. У меня целая команда крутая, которая со мной. Это СММ-менеджер. Катюша, если ты здесь, я тебе передаю приветик. Это рекламный менеджер. Дашка, если ты здесь, тебе тоже отдельный поцелуй воздушный. Вот. Но нам не хватает. А, нет, кстати, я уже забыла. Мы нашли уже пиар-менеджера. Всем привет, кто только присоединился. Губки. Ну, честно говоря, да, немножко дискомфортно пока что. Да, есть такой момент. Таня, есть еще чувство гданий? Нет. К сожалению, нет. Или к счастью, нет. Не знаю. Так. Не хочешь цвет волос по мне? Нет, ни в коем случае. Это мой натуральный цвет. Я никогда не красила волосы, поэтому нет. Передай сыну Мариус. О, Мариус! Ты что, не спишь? Передаю тебе привет. Ложись, отдыхай. Те же время поздно. Про крем спросила. Еще раз спроси. Вопрос улетел наверх уже. Я не увидела. Так. Танюша, так как рада была, видите, она шоу бы. Ребята, на самом деле здесь это безумно приятно, потому что сегодня сообщение лились просто рекой. В мой директ. Я не знаю. Я вас безумно сильно люблю. Я безумно рада, что вы у меня есть. Спасибо вам большое всем за слова, которые вы мне сегодня написали. Вы были действительно рады меня видеть. И поверьте, для меня, ну, больше его не надо. Это, ну, как бы, то, что вы меня любите, это просто сверх что-то нереально крутое. Спасибо вам большое. А сейчас у меня включен ТНТ, кстати. РФ лифтинг стоит делать. Да, очень крутая штука. Я делаю, но РФ лифтинг только на аппарате Скарлетт. Это важно. Когда на Дом 2 что игноришь? Ребят, я вам уже ответила на этот вопрос в моем посте. И в последнем вы можете узнать ответы на все ваши вопросы по поводу Дома 2. На проект я не возвращаюсь. Давайте я вот вам крайний раз отвечу. Вот, я надеюсь, что на этом у нас будет этот вопрос уже закрыт. Вот, действительно, мне было очень, конечно, приятно, что ведущие, участники, меня были бы рады там видеть. И, действительно, как-то вот это все, знаете, но это реально безумно приятно. Потому что все-таки повтори три раза. Мне кажется, еще раз 500 надо повторить. В качестве ведущей, конечно же, я бы пришла. Ну, кажется, подумала бы, конечно. Да нет, конечно, я бы даже не думала. В качестве ведущей, да. Если бы Даня стал тебя добиваться, твои действия, это, понимаете, вот вы мне пишете такие вещи. Во-первых, я настолько знаю человека как облупленного, что я знаю каждый его шаг. Даня относится, вот сейчас опять просто, не хочу ничего плохого говорить, но это невозможно. Он, к сожалению или к счастью, не способен на такие поступки. Ну, вот, ну, как бы я не знаю, как вам это объяснить. Давайте закроем уже эту тему. Мы, как бы, действительно, пускай там у него все сложится. Молодец. Молчу, молчу, Наташ, я молчу. Но, видите, вот одна моя подписчица написала, что способен. Ну, может, и способен, я не знаю. Вспомни себя в подростковом возрасте, 14-18 лет. Какой бы ты могла совет дать? Если себе в этом возрасте, какой бы я могла дать совет? Я не знаю, жить по сердцу. Вот, наверное, какой совет. Ты очень нехорошая. Блин, очень плохо, что вы так считаете. Печально очень. Как называется тональный и его номер? Ушла к плите. Я тебе, кстати, в WhatsApp написала. Плита. Первый, первый. По поводу тонального у меня... Ну, ребят, блин, это надо показывать. Я не помню название. У тебя проблема? Не верю, что я. Я тут не причастливаю. Ой, мои фан-странички. Девочки мои. Куколки мои. Давай, Катюш, на связи. Сколько ты сейчас весишь? Крайний раз взвешивалась, наверное, недели-полторы назад. Весила 45 килограмм. Ту-ду-ду-ду. Есть 495. Кожа такая чистая, Танюша, красиво. Спасибо огромное, но на самом деле надо ухаживать за кожей. Я, кстати, буквально на днях заказала один специальный массажер для лица. Я хочу лучше протестировать на себе. Если он мне понравится, я с вами поделюсь. Вот, хотя бы недельку хочу им попользоваться. Если действительно крутая штука, потому что он как бы не дешевый. Вот, в связи, видите, сейчас с ситуацией в стране, все-таки прям сильно по косметологам не наездишься. Все правильно вы говорите. Вот, поэтому на дому надо тоже как-то что-то предпринимать. Какие-то меры. Что? С Черной часто общаемся. Каждый день практически списываемся с ней на связи. Да, я за нее на самом деле очень переживаю. Я не нагоняю на нее вот этот страх. Ну, как бы я не пытаюсь ее настроить как-то плохо, негативно. Но я знаю, что она очень сильно переживает, что действительно рожать ей, скорее всего, придется на Сейшелах. Вот, но, тем не менее, я как бы все-таки оптимистично на все смотрю. Я думаю, что все будет... Я не думаю, я знаю, что все будет хорошо. Вот, смотрите, ребят, вот те, кто пишут про Милену, да, я не слепая, я все прекрасно вижу, я не отвечаю. Знаете, почему? Правильно, потому что мне не интересно. И я буду принципиально игнорировать эти вопросы. Это лучше подруга, чем она так тебя зацепила. На самом деле, Черно... Я вам сейчас расскажу, чем она меня зацепила. В самом начале, когда я только пришла на проект, когда была зеленым участником, у меня была очень жесткая ситуация на острове, когда меня пытались выставить в дурном свете, и я помню, что мы даже, не общавшись еще с ней, не общавшись еще с ней лично, она была на... Я была на острове, она была на поляне. Ей дали мнение высказать по поводу моей ситуации. Она меня поддержала. И в тот момент, знаете, это как бы для зеленого участника был как глоток свежего воздуха. Мне тогда было это необходимо. Я это очень запомнила. И действительно, после этого, когда я перейдела на поляну, во-первых, я подошла, сказала ей спасибо. Мы начали свое общение. Ну и все, и после этого, вот видите, так получилось, что действительно... Черную часть тебя засаживает. Это неправда. Это нет. Это неправда. Вот. Поэтому после этого действительно я к Черно прониклась. И она прониклась мной. И у нас произошло... Лова-лова! Статус зеленого участника. Ну, это я так называю зеленый участник. Слушайте, он может длиться у кого как. То есть, в моем понимании, участник зеленый, это когда он только приходит на проект, там, ну, первые месяца два. Это зеленый участник. Старым участником я могу назвать, который пробыл на проекте минимум полгода. Вот тогда можно еще, да. Как относишься к стец? Очень хорошо. К Настюхе очень хорошо отношусь. Мы, кстати, с ней часто переписываемся, общаемся. Какая интересная покупка осуществилась за последнее время. Для меня интересная покупка, это, допустим, там, ну, что-то крупное. Это покупка недвижимости или машины. Что-то такое. К сожалению, пока за последнее время такой крупной покупки у меня не было. Вот. Но я после карантина у меня в планах поменять машину. Я знаю уже, какую машину я себе хочу. Вот. Свою машину я буду продавать. И. Нет, я ее не продала. Сейчас ничего не продается, не покупается, к сожалению, из-за карантина. Вот. Буду ее продавать и приобретать новое авто. Нет. Это будет не BMW, это будет также Mercedes. Вот. Только немножечко другая. А может быть, кстати, уже и не Mercedes на тот момент. Может, я передумаю, может быть, что-то другое захочу. В общем, пока не знаю. Но у меня как бы в планах как бы есть определенные свои движухи. Для тебя, Бузова, есть пример. Смотрите, на самом деле у меня по жизни моим примером является, наверное, только моя мама. Вот. Ей действительно я восхищаюсь, я ей восторгаюсь. Олечка Бузова большая, молодец. Действительно большая умница. Вот. Очень многого добилась сама. Я вообще уважаю таких женщин, которые с нуля собственными силами чего-то добиваются. Она молодец. По поводу плойки, это Бэби Ли, странная плойка. Блокируем людей, которые тебя скорбят. Да мне плевать. Ну, господи. Ну, пускай пишут. Они мне тем самым поднимают просмотр моего эфира. Больше людей заходят, смотрят. Все хорошо. Не переживайте. Ребят, когда есть хейтеры, это говорит о том, что ты человек популярный. Потому что, объясню почему. Потому что, действительно, ну ты не можешь всем нравиться. Кто-то тебе завидует. Ну, просто, ну, как бы, из-за своей вот этой злости, желчи, им как бы легче от этого становится. Ну, ради бога, пускай. Мне-то не жалко. Пусть зайдут, напишут, что я там страшная. Меня-то никак не трогает. Я-то знаю, кто я, понимаете. Поэтому, вы не переживайте. Я ни в коем случае никак не расстраиваюсь по этому поводу. Ну, несчастные люди. Ну, что с ним взять? Ничего. Так, по поводу Дани. Ребята, вот есть тут некоторые вопросы. Вы пишите, пишите, пишите. Я вам, давайте так отвечу. Честно скажу, чувства у меня к нему были. Да, они были. Для меня дико странно, когда он говорил о том, что я его никогда не любила. Ну, ради бога, это его мнение. Пускай так думает. Я переубеждает человек. Представляете, на протяжении года наших отношений, как бы, ну, каждый раз сомневался о том, люблю я его или нет. Ну, сколько уже можно. Ну, нет и нет. Вот. Сейчас, да, у меня нет к нему чувств, как к мужчине. Под Бузову. Как раз Бузову вспомнили. Под эту всякую музыку. Олечка Бузова. Танцуй по Бузову. через несколько минут. Дом 2 на ДНД. Так чувства быстро не проходят. Поверьте мне, проходят. когда у вас человек ноги вытирает, когда издевается над вами, над вашей душой. Проходит, ребят, проходит очень быстро. Поверьте мне. Возможно, это не была вот та самая любовь. Потому что, действительно, если бы это была великая любовь, чувства бы не прошли. Вы правы. Ну, как бы чувства были сильные. Нет никакого сценария. как быстро забыть парня, которого любишь. Девочки, смотрите, вам нужно в первую очередь, чтобы начать жизнь с чистого листа, вам нужно заняться собой, своим самосовершенствованием, своим развитием. В конце концов, полюбить себя. Если вы говорите, как забыть парня, которого любишь. Я так подозреваю, что вы с ним расстались по его инициативе. Так, Бог с ним. Никогда не бегайте за мужиком. Если вас бросил мужик, до свидания. Ему можете вот так вот так показать. Пока. Всего доброго. Бежать за ним, останавливать ни в коем случае. это его выбор. Он сделал свой выбор. Поэтому расстраиваться не надо. Ну, согласны? Напишите плюсик, кто со мной согласен. Волоси за... Короче, мне позвонили. У женщин должна же быть гордость, правильно? А ну, забрался. Вот. Если парню уделяют очень мало времени, ну, тут зависит от парня. То есть, это разные могут быть тому причины. либо ему как бы с вами не так сильно интересно, либо он просто сам по себе такой человек, которому необходим личное пространство. Вот я, например, тоже не могу прилипнуть к человеку и постоянно с ним находиться. Мне иногда нужно свое личное пространство. Мне иногда нужно побыть одной, поэтому это нормально. я, когда я ездила к маме, я не пыталась помириться. Я летела, ну, как бы, ребята, понимаете, вы все вот этой системы не знаете. я вам не буду рассказывать, потому что меня поставили перед выбором. Либо ты летишь в Новосибирск, либо Даня больше не является участником телепроекта. И мне пришлось переться в этот Новосибирск. Вот теперь вы знаете правду, окей. Вот как было. Понимаете? Вот и все. Жена декабриста. Что делать, если парень алкаш? Бежать от него в припрыжку. Мне интересно, кто с тобой будет встречаться. Я так поняла, этот такой вопрос был немножко с подколом, так сказать. Так вот, молодой человек, я могу вам точно на него дать ответ. Это будете точно не вы. Никогда. Ты в Новосибирске? Блин. Ой, не слушайте, господи. Нет, я в Москве. заблокирую девушку. Кого заблокировать, скажите? Давайте заблокирую. Кого заблокирую? Скажите, кого заблокировать? Дашка моя. О, Дашка моя, приветики. Я, кстати, сейчас эфир проведу, и я тебе напишу. Танюш, прочитай сообщение, я тебе там написала один сон про тебя. хорошо. Хорошо. Что по поводу того парня, который собирался в Куршавале? Ребят, вы вспомнили просто инфу? Миллион летней давности просто. Ничего. Мы не общаемся вообще никак. Ничего. Такой, гляньте, постоянно прерывается. Мне так неудобно общаться. Так, ладно. На самом деле, ребятки, я безумно была рада вас слышать, видеть. Вот. Надо заканчивать эфир. Я вас очень сильно люблю. Еще раз хочу вас всех поблагодарить. Вы у меня самые-самые лучшие. Я вас обожаю, ценю. И спасибо вам, что вы вообще у меня есть. Потому что, действительно, только с вашей помощью, с вашей поддержкой в комментариях, в сообщениях как бы вы меня мотивируете дальше, дальше, дальше на достижение каких-то высот. Поэтому я с вами прощаюсь. Еще раз вас благодарю. Спасибо вам за все. Люблю, люблю, люблю. Очень, очень, очень.